В аквариумистике важно все. Сам аквариум, место где он расположен, оборудование и прочие мелочи. Но самое важное, без чего аквариумистика не может быть, это вода. Еще со школьной скамьи все знают, что вода везде разная и имеет в своем составе множество примесей. Продолжительность жизни тех или иных аквариумных обитателей напрямую зависит от того, какая вода по своему составу. Показателей воды очень много, но есть основные, на которые каждый аквариумист обязан обратить внимание. В этом видео речь пойдет о наборе тестов для воды от компании Нилпа. Это видео будет разбито на три части. В первой части распакуем чемоданчик и посмотрим, что там внутри. Во второй части познакомимся с инструкциями по каждому тесту. А в третьей покажу отрывок с выставки. Так что присаживайтесь поудобнее, будет интересно. Поехали! 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 Обратите внимание, судя по инструкции, расход реактива от этого производителя значительно меньше. Не 5 капель, а всего 2. Выгода налицо. Но перед тем, как вы сделаете выводы, давайте посмотрим, что покажет шкала цветности. Какой покажет PH? Явно видно, что результат 8.5. Показатели совпадают практически полностью. Качество тестов NILPA высокое, невзирая на свою небольшую цену. А теперь настало время пробежаться по инструкциям. PH. Перед применением индикатор тщательно взбалтываем. Дальше необходимо прополоскать несколько раз мерный стаканчик, тестируемый водой. Набираем шприцом или прямо из аквариума 5 мл воды. Добавляем 2 капли индикатора. Закрываем крышку и тщательно перемешиваем круговыми движениями руки. Теперь ставим стаканчик в центр, открываем крышку и сравниваем получившийся цвет с цветовой шкалой. Г-Аш. Взбалтываем индикатор. Прополаскиваем мерный стаканчик в воде из аквариума 2-3 раза. Наливаем 5 мл. Тестируем ее воды. Теперь по одной капле капаем индикатор и каждый раз добавив каплю, круговыми движениями перемешиваем воду. Капли необходимо считать. Капаем до тех пор, пока вода не станет зеленой. Субтитры подогнал «Симон» К-Аш. Как и до этого, перед применением индикатора необходимо встряхнуть. Прополоскать стаканчик 2-3 раза в тестируемой воде и налить 5 мл воды. Индикатор следует добавлять по каплям, каждый раз перемешивая воду круговыми движениями руки. После каждой капли до тех пор, пока раствор не изменит цвет от синего через зеленый к желтому. Число капель индикатора соответствует значению карбонатной жесткости в градусах. Субтитры подогнал «Симон» НО2 Определяем концентрацию нитритов. Для начала необходимо прополоскать стаканчик несколько раз в тестируемой воде. Поместить в мерную емкость 5 мл тестируемой воды. Добавить в мерный стаканчик 5 капель индикатора из флакона номер 1. Закрываем крышкой и перемешиваем круговыми движениями. Теперь добавляем 5 капель индикатора номер 2 и снова закрываем крышкой и перемешиваем круговыми движениями. Через 5-7 минут необходимо поместить мерный стаканчик на белый фон в центре цветовой шкалы и сопоставить цвет раствора с цветными секторами шкалы. Тут стоит заметить важную деталь. Недопустимо сопоставлять цвет, если прошло меньше 5 минут или более 7. Такой расчет будет показывать неверное значение. Субтитры создавал DimaTorzok НО3 Нитраты Первое, что нам понадобится, прополоскать несколько раз мерный стаканчик тестируемой водой. Поместить в мерную емкость 5 мл тестируемой воды. Теперь добавляем одну лопатку без горки порошка из контейнера. Не путайте с этим порошком. Субтитры создавал DimaTorzok Закрываем стаканчик крышкой и тщательно перемешиваем круговыми движениями в течение 15 секунд. После этого снимаем крышку и добавляем 5 капель индикатора из флакона номер 1. Закрываем крышку и перемешиваем круговыми движениями. Снова снимаем крышку и добавляем 5 капель индикатора с номером 2. Опять закрываем крышку и тщательно перемешиваем. Через 5-7 минут можно поставить в центр мерной шкалы на белый фон и сопоставить цвет. Субтитры создавал DimaTorzok НН2-НН3 Определение концентрации аммиака аммония В инструкции две шкалы и таблица, которая необходима для данного измерения. Перед применением реактивы необходимо взболтать. Промыть стаканчик в тестируемой воде 2-3 раза. В мерный стаканчик наливаем 10 мл воды из аквариума. Добавить в мерный стаканчик 4 капли реактива из флакона номер 1. Закрываем крышку и перемешиваем содержимое. Открываем крышку и добавляем 4 капли реактива из флакона номер 2. Закрываем крышку и перемешиваем содержимое. Теперь открываем крышку и добавляем реактив с номером 3, также 4 капли. Закрываем крышку и перемешиваем. Теперь ставим на белый круг в центре шкалы и через 5-7 минут сопоставляем цвет. После этого проводим тест pH и по измеренным изначениям суммарной концентрации ионов аммония и аммиака и уровня pH определяем содержание в аквариумной воде аммиака, используя таблицу. ПО4 определяем концентрацию фосфатов. Проплощите мерный стаканчик водой, которую планируете тестировать. Налейте в мерный стаканчик тестируемую воду до отметки 10 мл. Добавьте в стаканчик 5 капель реактива. Перемешайте жидкость в стаканчике круговыми движениями. Добавьте в стаканчик мерную ложку порошка без верха. Перемешайте жидкость в стаканчике круговыми движениями. Подождите 10 минут до установления окраски раствора. В течение этого времени несколько раз перемешивайте раствор до полного растворения порошка. Поставьте мерный стаканчик на белый круг в центре шкалы цветности. И глядя сверху, сопоставьте цвет со шкалой. Результат выражен в миллиграммах на литр. Таблица для определения концентрации. Перед применением индикатор необходимо взболтать. Промыть стаканчик в тестируемой воде 2-3 раза. В мерный стаканчик наливаем 10 мл. Тестируемой воды. Добавляем 4 капли реактива PH. Закрываем крышку и взбалтываем стаканчик. Теперь сравниваем цвет раствора со шкалой PH на верхней части таблицы. После этого определяем PH, как показывал выше. Теперь с помощью таблицы сопоставляем измеренные значения. Каждый раз после тестов мерный стаканчик необходимо промывать в проточной воде и высушивать. Все флаконы с реактивами должны быть плотно закрыты. Чемоданчик должен находиться в прохладном месте. Избегайте нагрева и прямых солнечных лучей на реактивы. Ну а теперь, как и обещал, покажу отрывок с выставки. Там было очень шумно, так что не обессудьте. Я выставил чемоданчик с тестами. 8 тестов. PH, GH, KH, NO2, NO3, NH3, NH4. Фосфаты и CO2 в виде таблицы. Соответственно, данный чемоданчик представляет собой 7 тестов и таблицу на CO2. 2 шприца, полбочки для определения воды. И инструкция, в которой написано о всех тестах. И, что немаловажно, такой лайфхак для наших покупателей, соответственно, это про популярные виды рыб и их параметры водных содержания и условия. То есть PH, GH и температура. Также растения. То есть это все входит в набор. И внутри написано, что, где, как находится. То есть никто ничего не перепутал. Цена данного набора в рознице ориентировочно будет стоить 1500 рублей за 8 тестов. Это мы считаем очень адекватной ценой. И хотим, чтобы это было популяризировалось. Наше хобби, аквариумистика, была ближе к потребителю. Проблема с фосфатами решилась. Проблема с фосфатами решили, да. То есть было два флакончика. И один из них, в них индикатор, он при взаимодействии с воздухом слабел. То есть не мог по полтора года, а через 3-4 месяца слабел. Но это было не во всей партии, там процентов 2-3 вот всей партии. И мы заменили его теперь на порошок. То есть теперь это стабильный тест, который показывает. И даже мы увеличили еще шкалу до 0,25 рублей. При этом снизили цену значительно. Поэтому мы слушаем наших потребителей и даем обратную связь. Если есть какие-то вопросы, у нас есть группа. Комменю можно написать. Мы общаемся, отвечаем. Добро пожаловать. Спасибо.